Короче, прежде подъема нам надо очень хорошо покушать, мы зашли кофе и догадали очень много всего. Ну вот я заказал вот такой лебедочкой с мясом, соседки и еще бурочки, а что Мариша, кашу, бурочку и тоже какое-то интересное. У нас обычно 6 часов кофе очень много народу, потому что обычно народу рано встает и тренируется по утрам. Поэтому кофе очень много таких утренних кофе и народу уже много. Это настоящая калорийная бомба. Это все лаваш такой толстый и внутри еще три мучные палочки. А, четыре. Ой, четыре. Один, два, три, четыре. И какая-то начиночка непонятная, вроде яйцо. И то ем калорийную бомбу. В Китае, на самом деле, не очень принято убирать посуду за собой. Поэтому все посуду оставляют, просто ждут официанта, когда придет и убрать. При этом в ресторанах официанты никогда не убирают пустые тарелки. То есть вот вы едите, у вас купятся тарелки, и пока вы сами не попросите официанта, они не уберут. Как у нас. Ну, мы тоже оставили с собой. Можешь, народу просто хоп пришел. Сейчас усуришь 7 часов, а за 5 минут так много народу пришел. Туман, офигеть, еще в случае не видно. А вот теперь сейчас более-менее видно. Вот, у этого вообще не было видно, офигеть. О, мы вышли из тумана, смотри. Да, мы ехали из тумана, да. Офигеть. Ну вот, мы взяли палочки, чтобы полегче пониматься. Уф, так мы уже понимаемся. Вот такая дорога, сюда. Давай ребята, мы себе верим, вы нас верите, если вы нас верите, поставьте ваши лайки и комментарии, да, Марин? Да. Поехали. О, смотрите, какая красота она есть, ух, всё водичку бьёшь? Да, на фоне водопада. Потихонечку, Мариша, маленький городок радует. Всё. Ох. Ну, ребята, вы не поверите, зельяйный хайф вообще, плодная вода, вот так, хотя сегодня не очень жарко, но всё равно очень приятно. Пула замотил, всё свежести пошёл. Нам надо сразу поняться. Куда? А ладно? Всё. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Но, надо отдыхать. И еще раз отдыхать. Ох, отдыхать, отдыхать. Ух, ребята, победа, победа! Совсем близко, мы уже почти пошли до середины ворота. Вот он красный. Вроде бы это середина ворота. Давай побыстрее. Оказывается, что это не середина ворота, немножко построились. Ну хорошо, что это какое-то ворота восточной. Слышно, что восточные ворота и от середины ворота не очень далеко уже. Там дорога украина, что ровная. Вот уже как победа. Да, Мариша? Да. Все, поехали. Это конечно безумно красиво. Да, но обычно спускаться сложнее, чем подниматься. Понятно? Да, Мариша. Мы сейчас почти пришли в Дунг Хэмэн. А здесь народу, на самом деле, очень много. Возь, народу, народу. Они все поднимались, наверное, с Хуммэн, красные ворота. Возь, здесь на самом деле на горах вышли такие риндочки, красные риндочки. А здесь написано имя, фамилия и молитва. Чем они молятся? Вот здесь очень-очень много. Вот. Еще на Нан Тиэмэн еще больше. А вот здесь есть аренды куртки. Аренды, по-моему, здесь 50 юань за одну штучку. Потому что на Тиэмэн, кто-то ночью поднимается, очень холодно. Они арендуют такие куртки, чтобы одеваться, было тепло. Вот здесь на средней горы. Работим много ресторанов и кафешек. Вот здесь продается. Рапшу, рис, арбуз. Вот цена, наверное, очень нормальная. На самом деле 20 юань, 25, 30. Мариша взял холодный рапша за 20 юань. А у меня? Да, у меня 10. Ух, жать был. Ой, все, бесплатный чеснок. В принципе, не очень дорого. Вот здесь все оборудованы, красивые здесь. Вкусно, Мариша? Вот такой, остренький, острый софт. Понимаете, сюда? А очень огромный. На твоих прямо, просто дачно. Я думала, будет дороже. Здесь все по 100 юань. Не, раньше беру, но это дорого. Продолжаем дальше. Еще порой на пути, да, наверное? Чтобы вас все равно надо подниматься. А, это самая такая будь. Самая тяжелая будь. Народу больше и больше становится. А вот. Сейчас вам покажу, нам куда надо. Вот видите, нам прямо туда надо. Прямо туда. Давай. Вот эта дорога легче, да? 100 лет. О, брокеров. Что? Что? А, я. Офигаешь, ребята, знаешь, что мы видели? Сейчас покажу. Вот такие все, блин, наверное, на Средней горы. Там такие все есть. Блин. Вот здесь тоже все оборудованы. Прикольно. Еды продаются. Здесь овощи, фрукты. Все. Они, в самом деле, по цене чуть-чуть дороже, чем внизу. Только чуть-чуть, на 20 процентов, наверное. Доступная цена, сразу скажу. Видите, какая ресница крутая. Давай, Мариша первый, я второй. Давай. С моими парочками. Ух. 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 Обгнал. Ух. Обгнал. Ай. Это еще не самая крутая ресница, конечно. Ох. Посмотрите, какая красота. Вообще, нереально красиво здесь. Вы не чувствуете, какая крутая ресница? Трава снимать сейчас буду. Вот видите, такая крутая. О, я уже выжил, что последняя дорога. А, сейчас впереди. Вот. Видите? Или не видите? Вот там. Вижу, что муравьи, но люди как муравей поднимаются. Нам сейчас тоже туда надо. Где Мариша типа? Где Мариша? А, вот вижу Мариша. Давай, 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 давай. Я уже вижу Мариша, смотри. Они же дошли? Бачите, бачите. Кажется, еще столько же. Смотри, видишь? Ребята, я вообще в шоке. Сейчас нам кое что-то показать. Офигеть. Как это могли? Мы еще жаруемся, что очень высоко. Вон там. Да, он еще с вещами. Огромный забор. Вообще. Будешь зарываться? Ну ладно. И что? Все, продолжим? Продолжим. Продолжим. Да, ничего. Андрей. Стараться. 이리ш geographом. Можешь. Здоровая. Наносто. Продолжение следует. Затем наносто. ворота драгуна даже люди просто отдыхают здесь очень жестко конечно очень крутая рестница не рестница ступенка очень крутая здесь по времени еще широкие ступиночка вот помешается наверх еще хуже и круче вот так чуть-чуть осталось прямо чуть-чуть чуть-чуть вот уже вижу на темы южные ворота где мариша давай мариш последний твой 200 метра мариш последний 200 метра прямо видно уже обороты у меня еще разотанчивается мы наконец-то южные ворота а ради а этой мы не зря поднимались вообще ческулями оттуда с огранья ческулями оттуда с огранья есть такое слово обжорство а обжорство чесночное остренькое очень вкусное боляр еще вкусное очень вкусное спасибо мне кажется что здесь мы живем на вершине вершине гора вот здесь все равно очень оживленная улица как ночный рынок вот это же ресторанчик отель рафки там что-то продаются в акустике а здесь вообще интересно нам надо еще чуть-чуть пройти то самое вершине а сейчас просто южные ворота а чуть-чуть осталось наверное 100 метров еще сейчас за мариша хоть какую-то свою мельку купить сейчас посмотрим что есть вот такие но только такие мариша магничка хочешь вот это ворота берет это какой серый окей мы почти уже дошли а делюсь и просто спит отдыхают наверное все встали после такого подъема мы тоже немножко устали но еще чуть-чуть фух сейчас вам покажу сейчас будем спускаться в Канады Торока а здесь стоит 100 юань за 1 человека а у нас 2 получилось 6 юань мы сейчас спускаемся до средние ворота и потом нам до красные ворота и затем на такси до машины до машины и потом оттокнем и до моего да вот смотри красиво ого, чуть-чуть там быстро 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 пока мы едем вниз я расскажу немного о цифрах сколько мы прошли сегодня чтобы не было скучно до средних ворот мы шли по другому маршруту не по граммам поэтому получилось 12 километров вместо обычной 8 шагов вышло около 20 тысяч а в прилетах это 151 поднялись мы за 6 половин аттестов в общем мы с тобой гордимся мы уже спустились в середину ворота разбудим нам удобство ух мы ел как тебя домой наконец-то я же осталась 4 часа, наверное, сейчас уже ну сколько уже часов здесь, смотришь 6 спочи 7 спочи 8 часов здесь больше вот, библи вот, сейчас мы сели антонс интересно, давайте посмотрим аккумулятор спасибо за вашу поддержку мы справились конечно мы очень стали по если вам нравится наши ролик наше видео не забудьте оставить лайк и ваши комментарии спасибо спасибо вам большой всем пока пока а